Всем привет и добро пожаловать! Меня зовут Маша и я носитель русского языка. Сегодня я бы хотела поговорить с вами об интересных фразах в русском языке, об очень популярных фразах. Начнём сразу с первой фразы. Чай! Вы любите чай? А какой именно? Strong tea в русском языке. Strong tea переводится как крепкий чай, не сильный чай, как вы, наверное, подумали. Нет, в русском языке мы говорим крепкий чай, не сильный, а крепкий. Следующий пример. I'm going to the post office. Скорее всего вы переведёте я иду в почту. Но в русском языке мы так не говорим. В русском языке мы говорим я иду на почту. На. Вам просто нужно это запомнить. Когда вы используете слово почта, мы идём не в почту, а на почту. Таков разговорный русский. И последний, очень интересный пример. Слово пока. Пока. Вы скажете, Маша, а я знаю. Это значит до свидания в разговорном русском. Не только. Также мы обозначаем словом пока некий период времени, как while. В русском с помощью слова пока мы обозначаем период времени, как в английском while. Пока я иду на работу, я слушаю музыку. Здесь значит, что действие, которое происходит во второй части предложения. Оно происходит во второй части предложения. Я слушаю музыку. Оно происходит одновременно с первым действием. Пока я иду на работу, я слушаю музыку. То есть параллельное действие. Я иду и и слушаю музыку. Как только я дойду, уже всё, я на работе. Я выключу музыку. Пока я иду на работу, я слушаю музыку. Другой пример. Пока я ем, я не разговариваю. То есть, когда я в процессе, этот период времени, пока я ем, процесс я ем, в этом промежутке времени я не разговариваю. Пока я ем, я не разговариваю. То есть, в то время, как происходит первое действие, я ем. Второе, разговаривать, не выполняется. Пока я ем, я не разговариваю. Я знаю, что слово пока может вести вас в заблуждение, потому что в России вы будете его слышать очень часто. И оно совсем не будет значить до свидания. Оно будет обозначать период времени. То есть, пока мы используем, когда хотим показать период времени. Пока я ем, я не разговариваю. Например, пока я смотрю видео Маши, я повышаю свой уровень русского. То есть, вы смотрите видео и повышаете свой уровень русского языка. Как только вы перестаете смотреть, вы уже не повышаете. У вас уже нет практики. Поэтому смотрите все видео. Спасибо за ваш просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Пишите любые ваши комментарии. Всего вам хорошего, отличной недели. Спасибо и до свидания. До свидания.